не перестаю удивляться красоте деревенской природы нам городским конечно это очень удивительно сейчас бы на лыжах птички все съели мы тут им пшено насыпали семечек не было но и пшено они замечательно все съели всего прям до зернышек молодцы друзья мы точно знаем что среди вас есть те кого деревенским пейзажем но никак не удивишь поэтому тадан как вам все это превратилось в мультик эта работа современных нейросетей друзья не забывайте подписываться на наш канал ну и конечно оставляйте комментарии все то что вы думаете по поводу современных технологий по поводу жизни в деревне но если вы хотите общаться с нами больше и чаще и абсолютно на любые темы то переходите по ссылке закрепленном комментарии подписывайтесь на наш телеграм-канал друзья это потолок и на нем снежинки и не только на нем но еще и вот здесь и вот здесь и вот здесь в общем почему это я а ну и окна тоже все замерзшие стекла но стекла еще ладно я могу понять тут как бы щели все такое снег он наметает через них но потолок то почему почему весь в и нее или как это изморозь будет правильнее здесь практически снег то есть что означает означает что здесь было много влаги а откуда она здесь мы же здесь не жили и последний раз даже печь не топили то есть влаги откуда здесь взяться ничего у нас тут ведро с водой нас тут не стоит ничего влажного мы сюда не заносили я предполагаю что это все из-под пола потому что там у нас что-то у нас ничего земля соответственно никакой ветра влаги защиты нет просто осенью были дожди видимо влага попала таким образом она оказалась здесь снега навалило а прилично так навалило снег это да нормально беспокоился что были сильные морозы боялся как там молодые саженцы деревья яблони ну практически да практически утонул по колено вот колено по сапоги но вижу что снега навалило нормально поэтому даже если сейчас и будут какие-то морозы дальше сильные ночью то должно быть все хорошо как интересно роза ветров да как надувает вот сюда и сюда завихрение получается ну здорово чтоб под домом спокойно даже чистить ничего не надо интрига так сказать дня утро откроется ли дверь после всех этих морозов хрен раз опять замерзло так вот в дом не попасть и хехе вот она деревенская жизнь снег убирай летом траву коси хотя не знаю чего тут его убирать то сейчас мы тропинку протопчем да и все а куда здесь ходить то по большому счету особо и некуда беспокойство было вот за это я буду но нет тут все нормально здесь снег задержался ветром ее от ветра и от ветра она закрыта я надеюсь что она все морозы переживет пока обогреватель делает свое дело хотел задаться вот каким вопросом многие говорят что нельзя опускать дом вровень землей как сейчас современные дома делают что завалит снегом не сможешь выйти с этой стороны дома действительно проблема если бы здесь была дверь то ну как проблема ну тогда но это я бы не сказал что прям очень сильно целой стороны вообще никаких проблем вот земля вот делаем вровень землей снега тут совсем чуть-чуть ерунда но у самого дома снега нет ветер получается так продувает и снег отметает то есть вплотную к стене снег не наваливает и самое проблемное место это видимо роза ветров больше дует оттуда сюда и вот сюда снег наметает да по самое крыльцо хотя сложно сказать может быть потому что здесь крыльцо поэтому и метает и если допустим дверь сделать сбоку то проблем тоже нет вот земля но вот дверь посередине да получается самое проблемное место здесь больше всего наметает снега я думаю что архитектором нужно этим заняться создать какую-нибудь не знаем программу продувание дома на предмет заваливание его снегом где лучше сделать дверь может быть сделать какие-то конструкции чтобы снег не наваливал как здорово что кто-то имеет в арсенале фен там погуще делаешь обогреватель как здорово что мы взяли этот фен и не только фен взяли еще еще фен побольше и вдвоем разморозили таки дверь и она открылась а то думали уже все капец придется стену разбирать но нет стену разбирать не пришлось мы внутри тарам-бам-бам это здорово значит наконец займемся работой но это не все не все плюшки у нас тут вот еще сейчас будет уют постелем ковер а почему дверь замерзает непонятно сейчас будем разбираться с этой проблемой и главное не так мы не поняли в каком месте но оттаяла и очень легко открылась прям до пункт и все то есть какой-то момент лед где-то растаял она прям чик и все сейчас скажу такой красивый деревянный пол делали и закрыли таким страшным ковром зато красить не надо и мыть пропылесосил и все моего товарища соседней деревне кирпичный дом так вот были морозы сильные он жаловался говорит блин холодно как утеплить дом хотя у него достаточно толстые кирпичные стены в доме есть печь и даже не одна у него и электрический обогреватель и электрический котел частично сделано отопление паровое но все равно замерз не смог нагреть дом за выходные которые он там находится друзья лайфхак нас ветерок пробует через радиатор и получается вдвойне теплее настолько тепло что я уже вот без куртки футболки сижу и у горячий компотик удалось отрегулировать дверь друзья хотите сделать хорошо и качественно обращайтесь к специалистам а именно к самому себе потому что наше время очень сложно найти действительно квалифицированных рабочих которые сделают все здорово и которые даже если что-то пошло не так скорее всего изначально все было так но потом произошла некоторая усадка и вот так вот вызвать человека какой-то определенный день когда сам не знаешь какой день сюда приедешь очень сложно поэтому удобнее всего разобраться во всем самому и сделать все самому надеюсь это будет работать это может быть следующий раз приедем вообще вывалится это будет тогда весело ну для зрителей для нас может быть не очень кинуть снежочки а прохладненько давай пригрелась я так вот уже зажарился после компотика сегодня план такой заложить закладные для сантехники соответственно тонализация дополнительный резервный трап и водопровод вот а вот газа в квартире пока нет поэтому сейчас нужно будет тут разгрести утеплитель который мы уже так старательно положили все это туда заложить и только после этого можно будет вложить соответственно пару изоляцию и до собрать эту часть пола вот этим сейчас и займусь то время как наши космические корабли бороздят просторы вселенной кое-кто тут возюкается с трубами но некоторым диванчик совсем не жмет поэтому тут все отлично это минус каркасной технологии то что приходится вот использовать всякие пленки скотч и ножницы и бесконечное художественное вырезание труба под канализацию труба для ввода воды и запасной сливной трап если вдруг какая-то протечка не дай бог будет чтобы не собирать воду там тряпками не знаю как то просто взять и вытолкать ее всю в трап соответственно здесь нужно сделать вокруг этой трубы и проклеить все скотчем сделать так чтобы здесь по возможности не было каких-то щелей иначе все будет здесь сквозить через эту трубу я сделал два слоя пленки на всякий случай да для себя любимого как говорится можно и заморочиться проклеил здесь вокруг трубы и там вокруг трубы и сверху вырезал еще наклеил пленку и вот так разогнул на случай если не дай бог что-то потечет то потекло не куда-то между трубы а где-то вот как-то так здесь все это оставалось это влага и потом у нее был шанс собственно говоря испариться куда внутрь помещения здесь же будет тепло вот здесь у меня такое будет сейчас сложный тройник временно заклея потому что оттуда сквозит будь здоров как снизу сюда подойдет унитаз сюда подойдет раковина а сюда подойдет душ и все это нужно будет как-то на всякий случай сделать в оперативном доступе наверное какой-то вырезать люк и вот так как то все это закрыть не знаю как все это будет честно говоря тоже будет художественное вырезание всего этого вокруг трапа мне уже пришлось вырезать доске в обрешетке такой выпил и знаете вот купил такую штуку и вот все валялась валялась и сейчас очень даже пригодилась очень удобненько так раз и у вас есть точный размер этого круга что нужно собственно говоря выпилить наконец эта штука пригодилась здорово еще один тонкий момент который меня беспокоит это как делать углы вот сколько я не смотрел видео где все таки вот смотрите как мы делаем пароизоляцию проклеиваем туда-сюда но вот подробно как делают углы так я не увидел фишка в чем что соответственно пленка заворачивается вот так так и снизу так получается некий конверт вот собственно я сложил все дело конвертом и вот этот конверт у так проклеил но либо его отрезать и проклеивать либо не отрезать и проклеивать я подумал что я не буду отрезать и чтобы целостность не нарушать проклеил вот так загнул и просто проклеил не знаю как правильно обязательно оставляйте комментарии кто более опытные в этом деле обязательно напишите я вот выкрутился так некоторые производители по-моему даже производители этого скотча делают специальные такие штуки круглые именно для проклейки труб проходных но стоят эти прокладки я вам скажу совсем не таких как бы сказать и дешевых денег поэтому я подумал решил что сделаю самостоятельно вырезал как бы в пленке дырки аккуратненько одел и проклеил ну не знаю уж как получилось так получилось опять же напишите в комментариях у кого есть опыт именно прохождение всех этих коммуникаций как это делать лучше тоже напишите будет очень интересно почитать ну а я собственно приступаю к сборке пола думаю что здесь будет все намного проще потому что доски короткие и сильно гнуть их не придется может быть даже хватит усилия просто так придавить и все а может быть все таки придется ну где-то использовать клин не знаю сейчас буду пробовать посмотрим что из этого получится главное как-то начать ровно чтобы криво не уехать а вот это вот еще большой вопрос как это сделать как говорится друзья а в этом месте могла быть кружка с названием вашего компотика обращайтесь ну так а почему перерыв тут вроде все шло неплохо да все шло неплохо пока я не дошел до коммуникаций и здесь я решил подумать как лучше быть что что сделать есть вариант просто взять и как-то вырезать все и наглухо зашить но мне очень не хочется это делать потому что все таки это коммуникации и я считаю к любым коммуникациям должен быть легкий доступ хотя бы в стесненных условиях но все равно должен быть доступ вдруг что-то пойдет не так нужно будет что-то поправить переделать или не дай бог вообще все пойдет не так придется переделывать и в такой трудной ситуации не хочется разбирать весь пол всю отделку чтобы добраться до коммуникаций поэтому я думаю что сделаю просто некий здесь вот такой запас такую дырку и потом уже буду сюда врезать какой-нибудь люк соответственно положу какой-то уплотнитель резинку и плотненько все это закрою чтобы если что вода сюда не потекла ну в смысле извне если будут брызги или еще что-то друзья в данном случае не откажусь от ваших советов поэтому обязательно оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу и как бы эту ситуацию обыграли вы ну а я добиваю компотик и продолжаю в следующий раз в следующий раз можно сказать что данный этап с полом завершён да друзья все практически все готово за исключением финальной доски но ее нужно будет делать тоньше не помещается суда обыграл трап да вы скажете что он у тебя торчит все верно он торчит но возможно возможно не сейчас чуть позже мы захотим сделать какое-то еще покрытие не знаю там может быть теплый пол может быть я не знаю там плитку или там что-то еще не знаю линолеум что-то более влагостойкое и тогда собственно он будет как раз вровень то есть я оставил некий запас на на будущее когда правда это будущее наступит мы пока не знаем но на всякий случай я так сделал здесь оставил проем когда сюда подойдут трубы все тогда уже нужно будет сделать такой какой-то люк сверху вот так накладной и его закрывать и в какой-то крайней необходимости можно будет этот люк вытащить демонтировать и как бы здесь все будет в доступе что на мой взгляд весьма неплохо на этом мы не останавливаемся следующий этап это все закрыть пленкой потом внутренняя отделка потом сделать крыльцо в общем работа еще полно электрика финишная сантехника так что друзья оставайтесь с нами